В этом видео обзор модуля WhatsApp чат функционального модуля. Сразу предупреждаю, что он платный, он у меня уже есть и о нем я хочу рассказать. И в этом видео вас ждет приятный бонус, русская локализация данного чата от меня. Давайте разберем данный виджет, посмотрим как он работает. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Итак, не так давно я приобрел за свои деньги модуль WhatsApp мультиагент. Вот так он называется. Адрес разработчика вы видите у себя сейчас на экранах. Стоит он 14-90 долларов. Давайте сейчас посмотрим на него, на демонстрацию, как он выглядит. То есть смотрите, когда у вас сайт открывается, можно гибко настроить, то есть большие настройки вывести, автоматически всплывание окна, чтобы оно не всплывало, добавить несколько агентов. Вы видите, что кто-то онлайн, кто-то не онлайн. То есть агенты здесь могут быть написаны, например, отвечать на вопросы по разным категориям, так скажем, если вам нужна такая разветвленная категория ответов вопросов. То есть как вообще это работает? Подключается просто телефон, номер телефона к этому модулю. И когда человек нажимает оператора, агента, он может что-то написать, нажать вот на эту кнопку, и его сразу перенаправит. Скажем, если он с телефона, со смартфона заходит, то его сразу отправят в нужный адрес в мессенджер WhatsApp к данному агенту, то есть который будет отвечать на его вопросы. На моем сайте fedorvasiev.com в 2020 году я уже делал обзор на некий модуль мессенджер WhatsApp. Но в данном случае был бесплатный модуль, но он ограничен по функционалу. То есть модуль, который сейчас я вам хочу рассказать и показать, он намного функциональнее, и он реально стоит этих денег. Так, мы с вами посмотрели демо на самом сайте. Давайте посмотрим реально на моем сайте, какие возможности существуют у данного модуля. Вот, например, я вывел его на сайт. Вы видите, что можно загрузить свое изображение. Там у меня логотип Joomla. Вот моя фотография, фотография оператора. Тексты, естественно, вы можете сами задавать здесь. То есть вот так это выглядит, что я в сети. Человек сюда кликает и может мне написать уже в самом мессенджере приложение WhatsApp на смартфоне. Давайте посмотрим в админку с сайта. Изначально модуль весь на английском языке. Сейчас про язык чуть позже дойдем. Я вам покажу как раз бонус, о котором я говорил. По общим настройкам я бегло пробегусь. Дизайн, цвет, тема можно выбрать. Здесь вы загружаете логотип на задний фон. Это то, что у меня вот здесь вот логотип красуется Joomla. Дальше тип кнопки. Кнопка текста. Плавающая кнопка. Это вот эта вот иконка WhatsApp зеленая. Ее можно сделать с текстом. Автоматически закрывание окна, появление окна в миллисекундах можно задавать, чтобы оно вскакивало это окно и человек видел, что с ним могут люди пообщаться. Дальше анимации появления, анимации исчезновения. Посмотрим с вами другие настройки. Вот здесь вот вы можете задавать приветственное сообщение, которое действительно будет работать от времени вашего часового пояса. То есть доброе утро. Тут можете здесь абсолютно свой текст написать. Добрый день, добрый вечер и так далее. И по плюсу можно добавлять, отменить приветствие и задать тоже некие условия. Дальше агенты. Вот как раз таки здесь вы добавляете одного агента или несколько, если у вас несколько. Фотографию здесь свою добавляете. Это то, что вот здесь вот такая вот у нас появляется фотография. Дальше имя агента. Здесь просто отписывайте телефон. Тот телефон, к которому у вас привязан, то есть приложение WhatsApp существует на вашем смартфоне. Там роль агента, то есть как будет работать этот агент весь день. Можно выбрать дату, то есть чтобы он по времени определенно работал, в определенные дни чтобы он работал. И вот здесь вот интересно, смотрите. Время начала работы и время окончания работы. У меня написано Европа-Ульяновск. То есть это действительно будет работать по вашему времени, которое задано в настройках глобальных самой Joomla. То есть смотрите, это зависит, когда вот здесь значок светится зеленый, что вы онлайн. То есть вы же ушли, например, так скажем из офиса, рабочий день закончился. И тогда здесь будет офлайн. И тогда можно будет отправить сообщение офлайн. И вы его получите на почту на следующий день, например. Посмотрите и уже сможете этому человеку ответить. То есть если человек вам пишет в нерабочее время. То есть смотрите, как это работает. Я просто здесь сейчас выставлю время меньше, чем сейчас у меня уже есть. То есть у меня сейчас полдесятого вечера. Я сделаю, допустим, в восемь у меня уже рабочий день закончился. Сохранюсь. Пойду на сайт, обновлюсь. И тогда у нас окно меняется. Вы видите, что нету онлайн, но появляется форма, куда человек может ввести имя, email, телефон, сообщение и нажать отправить. И теперь как работает вот эта вот информация, откуда она идет. Для тех, кто не знает. Вам нужно будет пройти в глобальные настройки, в общие настройки. На вкладке сервер, вот здесь часовой пояс, вы выбираете свой часовой пояс. Я живу в Ульяновске, и я поэтому выбрал Ульяновск. То есть от этого часового пояса будет рассчитываться вот это рабочее время в нашем модуле с вами. Соответственно, если у вас несколько агентов, то есть несколько людей, которые отвечают на вопросы или на разные вопросы, одного добавили, по плюсику добавляете, ниже еще одного, потом плюс еще одного, сколько угодно. Или по крестику вот так вот других агентов удаляете. Один агент у меня здесь, вот я себя добавил. Смотрим дальше. Mail форма, то есть получать электронной почтой я пишу свою, куда мне будут с формы приходить уведомления. Ну, думаю, здесь все понятно. Настройки произвольной CSS класса, если нужно. И, в принципе, вот они все настройки. Теперь про бонус. Весь модуль он на английском языке. У меня в этом плане дебют. Я был вдохновлен данным функциональным модулем, и мне захотелось самому перевести его на русский язык. И я сделал это официально. Сам модуль, конечно же, платный. Вам придется его купить, если он понравился вам. Но русскую локализацию для этого модуля я бесплатно дарю всем своим подписчикам, зрителям, клиентам. В статье на своем сайте fedorvasiliev.com Если вы это видео смотрите с YouTube, то ссылка будет в описании. Прямая ссылка на статью, где вы сможете скачать бесплатно, без регистрации, русскую локализацию для этого модуля. И устанавливается она так же легко, как и сам модуль. То есть через загрузить файл пакета. Давайте я покажу. Я просто переношу архив в эту область. И вы увидите вот такое вот приветственное сообщение. Во-первых, установка успешно завершена. Увидите мой официальный логотип, школа Федора Васильева. Здесь вся важная информация. То, что это я, автор этого перевода. Здесь будет ссылка на мой официальный сайт. Чтобы вас это не пугало, никаких внешних ссылок я не внедрил в данный модуль. То есть нигде на сайте они не появятся. На все оптимизацию, естественно, ничто не повлияет. И также в админке вы увидите вот это вот приветственное сообщение. С моими копирайтами, с моей информацией единожды. То есть при обновлении страницы админки больше вы вот эту информацию не увидите. То есть автоматически перевод устанавливается. После этого вы перейдете в модуль. И он уже будет на русском языке. Ну, на 99%. Не ругайте строго меня за перевод. Если вдруг где-то перевод некачественный, дело на скорую руку. Просто я не знаю английского языка. И все переводил через переводчик Google. В комментариях в статье на моем сайте fedorvasilev.com приветствуются пожелания по поводу этого перевода. Возможно, какие-то строки вам покажутся перевести на другие, так сказать, слова. То пишите это в комментариях. Я рассмотрю обязательно. Если действительно в каких-то моментах перевод будет более правильный, я внесу изменения в этот файл локализации. Про локализацию еще хочу сказать, что теперь я буду какие-то интересные для меня небольшие расширения для Joomla по своей инициативе переводить. И бесплатно переводы, вот такие автоматические переводы, выкладывать для своих зрителей на своем сайте fedorvasilev.com. Естественно, я буду всячески помечать в статье, что для данного расширения существует перевод. Но имеется в виду, если перевод какой-то уже есть на какое-то интересное расширение, я его переводить не буду. Но, скажем, на этот модуль WhatsApp перевода русского не было, и я решил его перевести. И не просто перевести, а вот так вот, так сказать, заявил о себе официально. Теперь поговорим о возможных проблемах, которые могут возникнуть с данным модулем. А они могут возникнуть 100%. Вы должны об этом знать. Скажем, если вы захотите использовать данный модуль на конструкторе страниц Gridbox, то у вас работать он здесь не будет. По причине, опять же, если вы в Gridbox используете элементы сжатия страницы. Я вам покажу. Перейдем с сайт, то есть сейчас я нахожусь в режиме редактирования от Gridbox, своей главной страницы, производительность. Если вы минимизацию используете, то есть вы включили сжатие HTML, CSS, JavaScript, тогда модуль работать не будет. Если вы это все не используете в Gridbox, тогда работать будет. Но мы сейчас с вами реально установим данный модуль на другой мой сайт, где я не использую Gridbox, где есть возможность добавить в исключение файлы CSS и JavaScript, если вдруг у нас модуль не будет работать. Я предлагаю установить данный модуль вот на этот сайт лендинг по продаже промо-кодов. Здесь у меня есть возможность исключить CSS и JavaScript файлы, если вдруг будут проблемы. И заодно посмотрим, как это будет работать. Возможно, не придется ничего исключать, если он будет работать. Давайте проверим это. Я перехожу в админку сайта, нажимаю «Установить». То есть на этом сайте модуль данный еще не установлен. Перетаскиваю модуль, устанавливаю в админке. Модуль установился. Переходим в модули. Вот он WhatsApp модуль. Заходим внутрь. Видите, что он весь на английском языке, потому что русский я еще не установил. Давайте сразу же я установлю свой русский язык. Перетаскиваю в файл локализации. Русский язык установлен. Переходим обратно в модуль. Итак, я установил и настроил данный модуль. На сайте, вы видите, появилось. И, кстати, вот эти вот сообщения. «Привет, добрый вечер». Давайте посмотрим, там на русский сейчас у нас переведено. Мы можем вам чем-нибудь помочь сегодня вечером. Этот текст, он автоматически меняется. Вот из этих областей вы здесь на русский замените слова, потому что здесь «доброе утро», «добрый день». Заголовки все вот здесь меняете. Не трогайте только вот в этих скобках «user». Здесь подставляться будет имя пользователя при авторизации на сайте. На данном сайте не потребовалось вносить каких-то изменений. Дело в том, что здесь он работает. Но в данном случае, если вдруг были бы какие-нибудь проблемы, на данном сайте я использую плагин «сжатие», где можно добавить исключения. Это плагин GSH Optimize Pro. Если вдруг у вас будут проблемы, то вам нужно перейти будет на параметры исключения и исключить файлы CSS и файлы JavaScript этого модуля. Как узнать, какие там файлы? Ну, нужно будет просто открыть, распаковать архив, когда вы купите, распаковать. Там несложно заблудиться. Заблудиться, там файлов немного. Обычно у файлов расширения CSS точка CSS на конца идет. Просто название здесь вбить вот в это поле. Исключить файлы CSS, исключить файлы JavaScript. Я бы хотел это показать на практике, но в данном случае на этом сайте нет проблем с этим модулем, и этот модуль здесь работает. Итак, давайте посмотрим на реально смартфоне. Сейчас я зашел со своего смартфона на свой сайт и посмотрим работоспособность данного модуля. Во-первых, вы видите то, что модуль имеет адаптивный мобильный дизайн. Вы видите, хорошо, это окно всплыло здесь, да? Давайте еще раз посмотрим. Вот так оно всплыло. И давайте посмотрим, как оно работает. Я нажимаю на этот модуль. Давайте что-нибудь напишем. Привет. И нажимаю отправить. Выбираю WhatsApp. И обратите внимание, то есть вот так легко человек с вашего сайта сможет выйти на вас в Messenger WhatsApp через ваш сайт. Вы видите мой телефон, видите, чат открылся, где я могу просто нажать «Привет» или сразу написать, или сразу позвонить данному человеку. Как я и говорил, в данном случае модуль на этом сайте работает. Здесь исключений никаких добавлять не надо. Несмотря на то, что у меня на этом сайте тоже сжимаются файлы JavaScript, я вас крипт и CSS. Если вам модуль понравился, ссылку на покупку я оставлю в описании на сайте fedorvasilyev.com. Естественно, на эту статью легко попасть с YouTube, если вы ролик смотрите. Под видео будет ссылка на статью, а уже в статье будет вся информация, локализация и все необходимые ссылки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok и в следующем видео. Спасибо за просмотр!